Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. Ну что, мои хорошие, мечты сбываются? Именно так называется наша прихожая. Еще есть одно название – Доры Ми. Ну, давайте немножко подробнее расскажу, как родилась эта комната, как родилось это чудо. Совершенно спонтанно, совершенно нежданно, негаданно по наитию как-то все вот так вот подошло, да можно сказать, ко всему. Итак, вы помните, что здесь маленькая комната, шестиметровка, здесь вход в дом, дальше там просто холодная комната, маленькая терраска на 4,5 метра. Ну и это следующая комната после терраски. И когда был Лешек в отпуске, мы занимались в основном крышей. Я о ней потом расскажу вам подробнее, какую краску выбрать, как себя ведет та или иная краска, чтобы вы не ошиблись, чтобы экономили ваши деньги. Ну, это будет другое отдельное видео, а сейчас я тороплюсь с вами поделиться вот этой маленькой комнатой. Да-да, это можно сказать полноценная комната. Посмотрите, как здесь уютно, красиво. И она еще не закончена. Но поскольку я уже давным-давно не выпускала видео, и чтобы ее закончить, оформить вот эту стену, понадобится какое-то время. Вот здесь стоят заготовки. Я перекрашиваю старую икеевскую тумбочку. Она была такого, ну, желтого цвета. Это дерево. Вот. Ну, поскольку все сейчас в черно-белом цвете, я решила ее перекрасить. И на это, конечно же, нужно время. Сейчас я вам еще одну заготовочку покажу. Ну, а очень хочется побыстрее все вам рассказать. Вот такая заготовка. Это будет приблизительно вот такая полочка. Мне еще нужно вот здесь вот закрасить немножко. Вот. И она будет висеть вот на этой стене. Причем, как бы, с двух сторон. Вот. Ну, ладно. Это я немножко отвлеклась. Давайте о том, что уже есть. А то получается, что я буду дважды рассказывать вам, когда будет все готово. Давайте сейчас расскажу именно об этой прихожей. Вот этот диван стоял на кухне. И он тютелька в тютельку вот вписался просто в это место, да, в это расстояние от стены до стены. 2,07 диван. Ну, и там вот где-то сантиметров по 5 остается запас от стены. Прям я очень довольна. Диван раскладывается. То есть, это дополнительное спальное место. Если вдруг нагрянут гости, или если вдруг расширится наша семья, вот, то это, можно сказать, дополнительная комната для отдыха. Друзья, я честно вам хочу сказать, что я сейчас из этой комнаты просто не вылезаю. Она какая-то волшебная. Здесь хорошо отдыхать. Здесь очень тихо. Вот вообще, как бы, наш дом стоит на тихой улочке. Моня, Моня просится на ручки. Моня, я тебя попозже возьму. Прям лапки протягивает и на ручки просится. Вот. Но здесь удивительно. Удивительно. Хорошо отдыхать. Конечно, еще вид из окна не очень. Вот эта стена давит. Но там уже есть кое-какие цветочки. Уже вот отцветает. Вот. Не знаю, что это за цветочек. Беленьким цветет. Танечка мне давала. Все поприживалось. Но здесь еще будет или актинидия, или виноград, который заплетет всю вот эту стену. И, конечно же, вид из окна изменится. И будет приятно любоваться из окошка. Ну, давайте расскажу вам, как рождалась эта комната. Итак, мы очень торопились с Лешиком сделать побольше, как Лешик говорит. Я тебе задам фронт работ, а ты дальше там я уеду. Моня, сейчас перевернешь. Посмотрите, что делает. На улицу Моня просится. Сейчас часы пойдут на пол. Монечка, иди, солнышко мое. Иди туда погуляй. Иди. Иди. Не столкнешь тебя прям. Иди, Моня. Вот. И мы в урывках между дождями. В мае очень много дождей было. И красить крышу было, ну, просто выбирая время. И вот когда шли дожди, мы занимались здесь, в прихожей. Я, конечно же, быстренько выкладывала кирпичики. И изначально планировалось, ну, в общем, всю комнату сделать вот в этой плиточке. Потом я поняла, что это уже перебор. Что будет, ну, может быть, максимум вот эта стена. И стена, которая вот, ну, вот так скажем, напротив вход в ванную комнату. А потом я решила, что ничего не нужно доделывать. То есть я выложила вот этот вот, вот это расстояние кирпичиков. И нужно было стелить пол. Здесь же тоже не было. Здесь был линолеум. Вот. Лешек постелил пол. И дальше я поехал в Москву. Отпуск закончился. Очень быстро пролетело время. Просто как один миг. Как я ждала этот май. Третьего мая приехал Лешек. И так быстро пролетели три недели. Вот. И я дальше, как бы, планировала все это, ну, обрамлять кирпичиками. И потом совершенно спонтанно залезла я в магазин Wildberries. Вы знаете, это не реклама. Ну, все знают эту торговую площадку. И почему-то мне захотелось вот в эту нишу, ну, что-то добавить вместо кирпичиков. И увидела я вот это, ну, я не знаю, это панно, наклейка. Я, когда я получила, вы знаете, я думала, что это просто виниловые такие наклейки. У меня были такие в Москве орхидеи. Нет, не орхидеи, не орхидеи. Магнолия у меня была. Были цветы виниловые, наклеенные на стену. Покупала я давным-давно. Я думала, даже я не прочитала полностью, что мне не свойственны, ну, как бы, характеристики товара, да, там, из чего, что да как. Я просто увидела вот это и решила, что это срочно нужно сделать вот в эту нишу. И я сразу же заказала. Ну, какое же, каково же было мое удивление, когда я получила и увидела, что это не винил. Друзья, это дерево. Это трехмиллиметровая фанера. Я написала отзыв в этот магазин и меня пригласили, конечно же, побывать у них еще. Магазин называется Аливан Декор из дерева. Вот. Если вы меня сейчас смотрите, сотрудники этого магазина, я вам очень благодарна за ваше внимание к покупателю. Все вот эти детальки, друзья, вот это вот, это из трех частей состоит, вот этот город. Ну, и, конечно же, вот эти все детали, птички, бабочки, надпись «Мечты сбываются», тоже все отдельно было упаковано. в пленку. Я еле-еле распаковала. Нужно было аккуратно все это дело, ну, как бы не сломать, потому что это все хрупкое. Я вообще даже не представляю, как можно вот это все вырезать. Посмотрите, это же просто ювелирная работа. Вот. Ну, когда у меня все получилось, я сделала им фото, написала отзыв. И мне пришел ответ, что у вас хороший вкус, вы рады видеть опять у нас в магазине. Так что, друзья, это не реклама, потому что я рассказываю правду на канале и о тех товарах, которые мне приходили на обзор, и то, что я сама покупаю. Будет также видео по поводу краски, какую выбрать, а какую не стоит. То есть, антиреклама тоже есть. И это, так скажем, правда. Горькая правда о нашем опыте и наших ошибках и удачных покупках. Вот эта покупка очень удачная. Так что, кому понравилась такая идея, я оставлю ссылочку на этот магазин. Ну, площадку Wildberries, я думаю, вы знаете. Вот. Может быть, что-то найдете для себя. Там много всяких. И семейное дерево тоже сделано из фанеры. И да, разные там картинки, которые можно выложить вот так вот на стену. Клеила я на клей титан. Прямо к стене. Вот вы видите, она вот такая фактурная. Она приятная. Это очень хорошо покрашено. Все гладенько. Ну, сделано, в общем, просто супер. И еще, друзья, порадовал подарок от этого магазина. В коробочке лежал. Сейчас я вам его покажу. Это вот такой магнитик. Вот такой прекрасный кот. Откуда они знали, что я обожаю кошек. И там написано, дай обниму. Ну, это магнит, вообще-то. Но я вот приделала его на часы. И как яркое красное пятно. Потом нашелся вот такой красный прозрачный горшок. Тоже купленный в Икеа. И как-то здесь все по-другому заиграло. Этажерку тоже приделала. Она раньше стояла в старой квартире у сына в комнате. Ну, в общем, все получилось в таком вот черно-белом цвете. Да даже вот этот ковер, который ненавистный ковер, на него все липнет. Сейчас я его полюбила. Я его выстирала. Благо свой дом как бы вынесла на улицу. Думаю, ну куда же разложить. Везде земля. Плитки нет. Обычно я стирала прям, ну, в прошлой жизни, когда я жила на Украине, в своем доме. Прям расстилала на землю, на пол, да, который был цементирован или как вылет. И прям стирала. Ну, а здесь пока плиточки нет. Но есть парники. Поэтому я прям на парник повесила этот коврик. И со шланга прям хорошо-хорошо постирала. А вот это, друзья, таскает Монька. Это саше, которое лежит у меня здесь для запаха. Вот в такой пиалке. Кстати, пиалка тоже икеевская. Вот. Ему очень нравится вытаскивать это и вот потом растаскивать по комнате. В общем, здесь получилась не прихожая, а комната. Релакс. Значит, давайте рассмотрим подробности. Вот такая подставка для благовоний. Дочечка мне подарила на день рождения. Обожаю такие вещи. Она знает об этом. Здесь свеча. Здесь вот палочка, которую можно зажечь. И подарила мне. Я вот здесь вот повесила. Еще запах жасмин. Она знает, что я люблю жасмин. Тоже палочки. Ну, в общем, ароматические палочки. Все это недорого стоит. Но как это красиво вписалось в наш интерьер. Покупала в фикс прайсе. Я потом, когда была, увидела. И вот эта лампа тоже в этом же стиле. Набор называется Дзен. Я вот про это. По-моему, 300 с чем-то рублей. В общем, комната релакса. Значит, что здесь? Как ни странно, даже старый зонтик в черно-белом цвете. Я этому зонтику уже, наверное, более 20 лет покупался в Москве в какой-то палатке-забегаловке на скорую руку. Я помню, тогда еще работала в Амвэй. И купила вот этот зонт. Вот. Что еще здесь? Вот эти полочки. Сейчас я вам показываю их. Вот эти две полочки. Были стального цвета. Из баллончика я их покрасила. Вот эти все пупырышки, наконечники, они пластмассовые. Я, в общем, заматывала скотчем монтажным. И из баллончика красила вот эти полочки, вешалки. Даже зонтики вот эти тоже добавляют какого-то шарма, что ли, этим полкам. Ну, здесь планировалась как бы вешалка для шапок. Но что-то как-то не хочется портить интерьер. Здесь с шапками, скорее всего, будут они лежать в другом месте. И вот эти крючочки тоже не будут заполняться одеждой. Но единственное, что я могу сюда повесить, или, может быть, гости, если будут в нашем доме. Здесь можно разместить плечики и на них как бы вешать одежду. То есть стул здесь особо некуда поставить, шкаф тем более. Но можно раздеться и повесить на плечики одежду. Так, идем дальше. Вот сейчас я повесила сюда вот мою курточку, которая тоже, как ни странно, гармонирует буквально со всей комнатой. Курточку присылал мне магазин Ньюшик. И опять тема котов. И опять черно-белый цвет. В общем, друзья, как-то все само собой вписалось. Вот эта скатерть исполняет роль пледа. Я здесь уже не один раз, я говорю, я не вылезаю из этой комнаты. Я здесь просто живу в моменты отдыха. Вот. Тоже вписалось все в тему. Подушку мы с вами вязали выпуклыми столбиками. Есть, я не знаю, подробного, по-моему, нет мастер-класса. Но какие-то тонкости и нюансы есть вот по поводу вязания вот этой подушечки. А саму идею я, как вязать подробный мастер-класс, по-моему, у Натали Мастерс. Я это все в свое время увидела. Вот. Итак. Ну, давайте о гитаре расскажу. Нет, друзья, это не гитара. Когда я переезжала, естественно, все забиралось из квартиры. И я у сына в комнате нашла вот такой чехол. Гитары там не было, но там был чехол. Я его постирала. И была идея наполнить, может быть, его пряжей. Очень даже удобно. Сейчас я вам покажу. Здесь вот такие две, два замочка, которые расстегиваются. Заполняй пряжей. Сюда, кстати, тоже нужно положить журнал или еще что-то. Ну, вот в тематику прихожей там или комнаты отдыха. Ну, я положу туда журнал или книгу. Вот. Вот такой красивый чехол. Но набила я его холофайбером. Вот эти вот, вот такие вот, видите, шарики. Покупала на Вайлдберрис килограмм 347 рублей. Вот одного пакета мне хватило, чтобы заполнить чехол от гитары. Очень удобная подушка. Я ее вот так вот кладу и сажусь. И сразу и под голову вот эта тонкая часть, да, гриф гитары и под спину. В общем, красота. Да и на полу она стоит тоже очень красиво смотрится. Покрывала, как ни странно, Париж. Очень хорошо гармонирует вот с этой, с этим панно. В общем, все вписалось, друзья. Просто все. Значит, пошила я вот такие наволочки. И вот эту штору, это, не поверите, 22 года этой вещи. Это был балдахин на детскую кроватку. Вот. Так что, все пошло в дело. Все. Старый карниз, который был в этом доме, я немножко переделала. Уменьшив глубину. Отпилила там. Лешик отпиливал. Вот эти трубы от карниза. Одна пошла, естественно, наверх. Тоже отпиленная по нужному размеру. А вторая вот здесь, внизу, держатель, да, как уплотнитель. Вот. Вот эта штура тоже была в старой квартире. Одно время висела на кухне. Вот. Там вот держится на металлической планочке это старое крепление от стола. Кстати, пошел... Помните, парта была такая с полками? В общем, две полки. Одна в комнате отдыха, которая в форме буквы Г. А вторая полочка я тоже вот это покрасила в черный цвет. Она была такая... серый цвет был. Вот. И вот эти кронштейны икеевские очень сейчас все гармонируют. Короче, все пошло в дело. Буквально все, друзья. Вот. Здесь, значит, все это сейчас мы... Я вам покажу, сейчас опущу и покажу, как это выглядит, когда, ну, так скажем, интим. Когда хочется... Когда яркое солнце, хочется отдохнуть, там, поспать, может быть, днем. И просто, чтобы глаза отдохнули от яркости, да, солнечных дней, то, как это выглядит. Сейчас опущу и включусь. Вот, посмотрите, какая красота. Я сейчас включила верхний свет. Ну, ну, просто прелесть. Друзья, я забуду про скромность. Я очень довольна своим результатом. Все получилось как нельзя лучше. Вот эта лампа, которую я вам показывала, как делать. Сейчас я ее выключу. И мы с вами включим вот эту лампу, диско-лампу. И посмотрите, что здесь получается. Ну, это просто чудо какое-то. Как будто в городе, в Париже, северное сияние. Такое, конечно же, невозможно. Но в нашей жизни все возможно. И вот я включаю вечером, после трудового дня в огороде. И просто релаксирую. Ну, вы посмотрите, какое чудо. Просто класс, да? Так что, друзья, мечты сбываются. Я хочу, чтобы ваши мечты, все мечты сбылись. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Я желаю вам позитива, неимоверного полета вашей фантазии. Я вас всех обнимаю, всех люблю. И до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.